Здравствуйте, это последняя лекция цикла про полуопределенной релаксации и мы рассмотрим немного нестандартное приложение, а именно метод мер оккупации для задач с преномиальными данными оптимального управления. Вначале мы рассмотрим задачу оптимального управления, как она решается стандартными методами, а потом перейдем к мерам оккупации. Задача оптимального управления является обобщением задачи вариационного исчисления. Последний мы минимизируем интеграл от некоторой функции L, которая называется функцией Лагранжа. В простейшей версии у нас концы зафиксированы. Эта задача бесконечно мерная, тут мы ищем целую траекторию x от t на интервале между t0 и t1, которая удовлетворяет краевым условиям и которая минимизирует вот этот функционал. Интеграл от функции L, которая зависит от времени, от переменной x и от ее производной. Эти задачи решаются методом Эйлера Лагранжа. Мы строим уравнение дифференциальное второго порядка вот такого вида. Это частная производная, это полная производная вдоль траектории. И это уравнение сдает нам некоторый поток траектории, из которого мы должны найти траекторию, удовлетворяющую краевым значениям. В общем, это уравнение второго порядка. Тут мы дифференцируем по x точке, это дает нам функцию от t x, x точкой. И эту производную мы еще раз дифференцируем по t, то есть тут возникает уже вторая производная от x по t. Как это делается? Стандартный метод, так называемый метод стрельбы. Мы фиксируем нашу начальную точку. Мы в начальной точке знаем только значение x, но не значение x точкой. Тут у нас x, тут у нас x точкой. И эта плоскость у нас множество всех начальных точек, из которых мы можем выпустить траектории. Мы фиксируем значение x, значение x точкой свободно. То есть мы тут в общем случае получаем n-мерное многообразие траектории. Вместе с временем t это будет n плюс 1 мерное многообразие. Оно как-то эволюционирует. Это траектория уравнения Эйлера. И в конечной точке t1, это n плюс 1 мерное многообразие, оставляет вот такой след. n-мерное многообразие пересечения с плоскостью t равно t1. Вот это n-мерное многообразие мы должны пересечь с тоже n-мерным афинным подпространством. x равно x1. И в общем случае получаем конечное количество точек пересечения. Они нам дают экстремальные траектории. Почему это называется метод стрельбы? Потому что мы тут начинаем с произвольным значением x точкой. Выпускаем траекторию и смотрим куда мы тут попали. Мы хотим попасть в целевое подмногообразие x равно x1. Уравнение Эйлера-Лагранжа можно записать также в другой форме. Для этого перейдем от переменных xx точкой к переменным xp. Где p у нас будет новая независимая переменная. Она сдается производной от функции Лагранжа по x точкой. Если мы еще определим функцию h, как скалярное произведение p на x точкой минус функция Лагранжа, то уравнение Эйлера перепишется в виде гамильтоновой системы с гамильтонианом h. По-прежнему в начальной и конечной точке у нас задано значение x. И нам надо найти соответствующее значение p. Немножко усложним задачу. Теперь мы рассматриваем композитную функцию цены. Это интегральная часть. Плюс еще один член, который зависит от начальной и конечной точки. То есть мы минимизируем вот эту сумму. А начальную и конечную точку мы тоже не фиксируем, а требуем, чтобы она находилась на каком-то подмногообразии. В общем случае мы даже можем перемешать начальную и конечную точку. Мы требуем, чтобы эта четвертка удовлетворяла в какой-то системе уравнений. То есть φ большой у нас тут вектор. Это некоторый конечный набор уравнений на начальную и конечную точку, включая время. Начальная и конечная. Если у нас начальная и конечная точка находятся на своих раздельных многообразиях, то вот эту систему мы можем записать в таком виде. То есть отдельные условия на t0, x от t0 и отдельные условия на t1, x от t1. Как решается эта задача? У нас теперь есть уравнение Эйлера. Оно по-прежнему необходимо. А свободу, которая у нас получилась в выборе точек начальной и конечной, мы компенсируем так называемыми условиями трансверсальности. В чем они состоят? У нас есть многообразие, которое задается векторным уравнением φ равно 0. И в точке, которую мы рассматриваем, необходимое условие оптимальности выражается следующим образом. Мы рассматриваем все касательные вектора к этому многообразию в данной точке и требуем, чтобы вот эта сумма была равна 0 для всех касательных векторов. Касательный вектор к многообразию t0, x0, t1, x1, он тоже состоит из 4-х компонентов. И они умножаются на вот эти коэффициенты. Ли, где Ли, это у нас значение функции Лагранжа в начальной и конечной точке. Ли, x с точкой, это значение производной функции Лагранжа по x точке в начальной и конечной точке. А вот эти Ли маленькие с индексами, это просто частные производные по соответствующим переменам. То есть в этом более общем случае у нас что получается? Если у нас уравнение на начальную и конечную точку раздельны, мы получаем некоторое подмногообразие в пространстве xp, уже не обязательно афинное. Из него мы выпускаем траекторию уравнения Эйлера. И пытаемся выстрелить так, выбрать тут начальное значение так, чтобы попасть в соответствующее подмногообразие для конечной точки. Траектория, которая стартует на начальном многообразии, попадает на конечное, она является экстремалью этой задачи. В общем случае нам нужно решить дифференциальное уравнение порядка 2n, где n это размерность x, с n условиями в начальной точке и n условиями в конечной точке. Так, как выглядит задача оптимального управления? У нас теперь есть динамическая система, x точке равна функции f от t, x и некоторая переменная u, которую мы можем выбрать. То есть мы ищем проекторию x от t, для которой существует такое u, чтобы улетворялось вот это дифференциальное уравнение. То есть по сути это дифференциальное включение. x точкой мы требуем, чтобы этот вектор скорости находился в множестве f от t, x, u, где управление u пробегает некоторое множество u большое допустимых управлений. На множестве траекторий, которые являются решениями этого дифференциального включения, мы минимизируем следующий функционал. Уже имеем интегральную часть. Интегрируем некоторую функцию от t, x и управления u, плюс некоторая функция, которая зависит от начальной и конечной точки. Ну и тоже задаем краевые условия на начальную и конечную точку. Это векторно-значенная функция, которую мы приравниваем 0. Как решать такую задачу? Эта задача решается принципом максимума Пантрегена, и он состоит в следующем. Мы определяем так называемую функцию Пантрегена, которая зависит от t, x, u и еще одной вспомогательной переменной ψ, которую мы называем присоединенной или сопряженной переменной. Эта функция записывается как минус некоторая постоянная, неотрицательная лямбда 0 на правую часть динамической системы, плюс скалярное произведение сопряженной переменной, она имеет ту же размерность, что и x, и правой частью динамики. Это цена, это правая часть динамики. И образуем гамильтониан максимизацией функции Пантрегена по управлению. То есть максимум управления по допустимому множеству от функции Пантрегена дает нам гамильтониан. Необходимые условия оптимальности требуют, чтобы либо константа лямбда 0, либо сопряженная переменная были ненулевыми, ну или обе ненулевые. Из этой функции гамильтона мы легко получаем динамику сопряженной переменной, если мы дифференцируем эту функцию по x, это то же самое, что дифференцировать функцию Пантрегена по x, подставив оптимальное управление. То есть тут у нас функция Пантрегена от t, x, psi и оптимального управления, которое дает максимум здесь. Мы, чтобы найти экстремали этой системы, должны найти решение этой гамильтоновой системы, удовлетворяющую краевым условиям плюс условиям трансверсальности, которые получаются следующим образом. Наша траектория, которая кандидат в экстремальные траектории, мы берем все касательные векторы к многообразию допустимых конечных и начальных точек в паре точек, которые сдается этой траектории, и этот касательный вектор должен удовлетворять вот такому уравнению. Если для всех касательных векторов удовлетворяется это соотношение, то у нас выполнены условия трансверсальности. Ну, тут тоже у нас H, I – это просто значение гамметониана в соответствующей начальной или конечной точке. C, I – это значение сопряженной переменной, а L с индексами – это частные производные компоненты L в функции ЦИН. Есть существенное отличие решений задачи оптимального управления от решений задачи варационного исчисления, а именно, когда мы строим гамметониан, мы максимизируем функцию Пантригена, но максимум, то есть аргумент максимума, оптимальное управление, в котором достигается максимум, оно необязательно непрерывно по остальным переменам. Это приводит к тому, что функция гамметона может иметь разрывные производные, и поэтому динамическая система, которая возникает из этой функции гамметона, которая определяется функцией гамметона, она может иметь разрывную правую часть. Тем самым нарушается липшицевость правой части, и нету теоремы Пекара, которая гарантирует нам единственность решения через данную точку начальную. Поэтому здесь могут возникать разного рода феномены, в точках разрыва правой части гамметоновой системы у нас происходит излом траектории. Вот эта ситуация называется поверхность переключения, то есть множество точек, в которых правая часть разрывна, это поверхность переключения. И здесь у нас оптимальное управление делает скачок, как правило, между экстремальными точками множества U, и поэтому у нас имеется разрыв производных по времени. существует... В этом случае у нас все еще сохраняется единственность траектории, то есть одна траектория приходит, одна траектория уходит. Есть ситуации, в которых единственность нарушается, это так называемые особые режимы, это траектории системы, вдоль которых у нас оптимальное управление, то есть максимизирующая функцию Пантрягена по U не единственная. Поэтому у нас с этим особым режимом могут стыковаться в разных точках разные траектории системы, которые тут либо сливаются, либо наоборот разъединяются и снова уходят, и у нас тут нарушается единственность. Но особые режимы бывают разные. Бывают особые режимы, с которыми не особые траектории стыкуются гладко, получается кусочно гладкая траектория, либо бывают особые режимы, на которые не особые траектории приходят не гладко, а с бесконечным количеством переключений, которые накапливаются в точке соединения с особым режимом. То же самое в обратном направлении. То есть мы уходим с особого режима с бесконечным количеством переключений. Это усложняет решение динамической системы в случае задачи оптимального управления. Просмотрим конкретный пример, так называемая задача быстродействия. У нас есть скалярная переменная x. Мы можем ускорять эту скалярную переменную. То есть мы можем выбирать вторую производную по времени из интервала минус 1.1. Это у нас управляемая динамика. И на решениях этой системы управляемой мы хотим минимизировать время прихода начала координат. То есть мы стартуем в момент времени 0. Мы стартуем в некоторой начальной точке x0, y0. И мы хотим самым быстрым образом по траекториям системы прийти в начало координат. То есть у нас значения x и y в начальной и конечной точке фиксированы. Фиксирован начальный момент времени, но не фиксирован конечный момент времени. Он свободен. У нас конечное многообразие, которое состоит из конечных точек. Это вот луч 0,0, r+. Применим принцип максимума к этой задаче. У нас целевая функция под интегралом единица. То есть первый член будет минус лямда 0, будет равным минус лямда 0. К переменным x, y мы присоединяем сопряженные переменные φ, ψ. И скалярное произведение этого вектора сопряженных переменных с правой частью динамики. Это будет φ, y, ψ, у, поскольку x точка равно y, а y точка равно u. Если мы максимизируем это выражение по u в интервале минус 1,1, то оптимальное значение, которое дается здесь максимум, это просто знак ψ. Поэтому гамильтониан будет иметь следующий вид. Минус лямда 0 плюс φ, y плюс модуль от ψ. Мы видим, что градиент гамильтониана будет разрывным на подмногообразии ψ равно 0. То есть это наша поверхность переключения. Какова динамика сопряженных переменных? Мы дифференцируем гамильтониан по x и y и получаем следующую динамику. То есть у нас φ с точки равно 0, ψ – она постоянная функция на траекториях гамильтонной системы. А ψ с точки равно минус φ, то есть в константе, и поэтому ψ у нас линейная. Рассмотрим условия трансверсальности. У нас свободно конечное время t, то есть касательный вектор к многообразию конечных точек имеет нулевые компоненты, соответствующие переменам x, y, и в общем случае ненулевую компоненту, соответствующую переменной t. Если мы посмотрим на условия трансверсальности, у нас член l маленькая отсутствует, компоненты δx, δxe равны нулю, компонента δt0 тоже равна нулю, поскольку t0 равно нулю. А вот эта компонента в общем случае не равна нулю, поэтому условие трансверсальности говорит нам, что значение гамильтониана в конечной точке должно быть равно нулю. Если мы это подставим, то мы получаем в конечной точке, что λ0 равно модулю от ψ в конечной точке. Поэтому ψ не может быть нулю на отрезке ненулевой длины, потому что в этом случае у нас был бы λ равно нулю, и φ как производная ψ тоже равна нулю, это противоречит условиям оптимальности. Поэтому у нас ψ не равно тождественно нулю, а так как это линейная функция, она может обращаться в ноль в максимально одной точке. То есть у нас почти всюду на экстремальной траектории управление будет иметь экстремальные значения плюс один или минус один, и максимум одно переключение между этими значениями, в той точке, в которой ψ обращается в ноль. Теперь мы переходим к методу решения задачи оптимального управления мерами оккупации. Мы немного расширим класс задач. Мы рассмотрим снова управляемую динамику, x точка равно f от времени t, x и управления u. С краевыми ограничениями для простоты мы зафиксируем начальную точку и время, и значение x, а конечную точку мы будем варьировать в некотором компактном множестве k. Более того, мы наложим так называемые фазовые ограничения, то есть помимо условия, что траектория должна быть решением вот этой динамической системы, мы потребуем, чтобы тройка t, x, u не выходила за пределы некоторого компакта s. И по траекториям, которые удовлетворяют этим условиям, мы минимизируем композитную функцию интеграл от функции Лагранжа плюс еще краевой член. Как работает метод мер оккупации? Вспомним, что в задаче оптимизация невыпуклой, ее можно переписать как выпуклую задачу на пространстве мер, сопоставив каждой точке допустимого множества меру сингулярную, соответствующую дельта функции с носителем в этой точке. Здесь мы поступим аналогично и траектории t, x от t, u от t системы сопоставим в соответствии меру сингулярную с носителем на графе этой траектории. Это будет некоторая мера ν. И кроме того, мы еще введем некоторую меру ν, которая соответствует дельта функции с носителем в конечной точке. То есть, если мы берем некоторое подножество rn, то мера этого подножества будет равна нулю, если конечная точка не находится в этом подножестве, единицы, если конечная точка находится в этом подножестве. То же самое с мерой μ. для подножества а на b на c, это а соответствует у нас координате t времени, b это подножество rn, c тоже подножество rn, в котором находится вот это множество у управлений. но мера вот этого подножества равна мере множества моментов времени, которые траектория проводит в множестве b на c. то есть, это сингулярная мера, носитель, который сконцентрирован на графе этой траектории и которая размазана равномерно по времени t. как мы можем переформулировать задачу оптимального управления в терминах этих мер. Ну, во-первых, у нас цена записывается как интеграл от терминальной части функционала по мере ν плюс интегралу от функции Лагранжа по мере μ. То есть, у нас целевая функция становится линейной по паре мер ν и μ. Как мы можем описать фазовые ограничения? Ну, траектория будет проходить в множестве s, если соответствующий носитель, носитель соответствующей меры μ будет под множеством s. Ну, соответственно, конечная точка будет находиться в множестве k, если носитель меры ν будет под множеством k. Ну, и чтобы у нас траектория все время проводила в множестве s, мы потребуем, чтобы суммарный вес меры μ был равен просто длине интервала времени, то есть t большому. так, мы должны еще учесть динамику системы. Для этого мы сначала введем некоторую пункцию тестовую g на произведении r на rn, то есть это функция от переменных t и x. если мы зафиксируем t и положим его равным к конечному моменту, мы получим еще некоторую функцию gt. Если мы проинтегрируем эту функцию gt по нашей мере ν, которая является сингулярной сносителем точки x от t, конечной точки, то этот интеграл, естественно, будет равен gt от x от t большое, то есть функции g от t большое, x от t большое. с другой стороны, функция g от t, x от t в точке t равно 0, равна просто вот этому числу g от 0, x от 0. x от 0 у нас фиксировано, это просто x0. разница между этими выражениями это будет интеграл от полной производной g от t, x от t. Если мы развернем вот эту полную производную, мы получим сумму частной производной по первой переменной t плюс частной производной g по второй переменной x умножить на внутреннюю производную x точкой, это x точка равна f. У нас получится следующее соотношение. Интеграл по k и мере ν от функции gt, это будет вот это выражение, и вот это минус интеграл от этой суммы будет равен просто вот этому выражению. Это соотношение записали в терминах мер μ, ν. Мы видим, что это соотношение линейно по этим мерам для любой функции g, которую мы тут пожелаем подставить. Поэтому для любой функции g, класса c1, чтобы иметь эти производные, чтобы они были определены, у нас получается линейное условие на пару μ, ν. Таким образом, мы получаем некоторую задачу в пространстве мер. Мы минимизируем следующий линейный функционал по паре μ, ν. при условиях, что носитель ν под множество k, носитель ν под множество s, суммарная масса μ равна t большому, а мера ν, она вероятностная, то есть ее суммарная масса равна единице. И кроме того, для всех функций g класса c1 мы потребуем вот это соотношение, которое вытекает из динамики системы. То есть тут мы уже забыли про исходную задачу. Это задача в пространстве неотрицательных мер с линейными ограничениями на эти меры. Этих ограничений бесконечно много, поскольку тут у нас бесконечное пространство этих функций фигурирует. но тем не менее это некоторая определенная задача и вопрос состоит в том, как эта задача соотносится с исходной задачей. Здесь есть такой результат. Если исходная задача удовлетворяет некоторым условиям выпуклости, в частности, если множество скоростей, которые нам разрешается иметь в каждой точке нашим дифференциальным включением, если это множество скоростей выпукло, и если наша функция Лагранжа выпукла по векторам скорости, и если задача на паре мер имеет решение, то наша исходная задача оптимального управления тоже имеет решение, и его оптимальное значение совпадает со значением задачи на пространстве мер. В ином случае у нас оптимальное значение задачи на пространстве мер является нижней оценкой для оптимального значения исходной задачи. Задача пространстве мер все еще трудно разрешима. Чтобы ее решить, нужно ее аппроксимировать. Это мы сделаем техникой моментов. Чтобы успешно применить эту технику, мы должны положить, что данные нашей исходной задачи оптимального управления полиномиальны. то есть у нас эти допустимые множества K, S и U базовое полуалгебрическое, то есть сдаются полиномиальными ограничениями типа равенства и неравенства. И что другие данные задачи, то есть правая часть динамической системы, функция Лагранжа и конечный член целевой функции, которая соответствует конечной точке, что они создаются тоже полиномами. Тогда мы получаем, что функционал цены нашей задачи на пространстве мер это будет линейная комбинация конечная некоторых моментов этих мер, поскольку в нашем функционале цены мы интегрируем полином по мере. Это дает нам линейную комбинацию моментов этих мер. Условия включения мы релаксируем как в предыдущей лекции по определенными и линейными условиями на моменты этих мер. Остальные условия тоже легко переписываются в виде условий на нулевые моменты этих двух мер. рассмотрим отношения которые налагаются динамикой системы. Здесь мы вместо или в качестве функции g будем подставлять маномы по t и x то есть альфа у нас будет просто степень а бета это будет мультииндекс и для каждого такого манома мы здесь получим также линейное условие на конечное число моментов мер new in сколько производные от манома тоже будут маномы это у нас полином поэтому у нас тут стоят интегралы от полиномов по этим мерам а это просто константа если мы учитываем конечное количество моментов мы получаем конечномерную полуопределенную релаксацию задачи на мерах мы можем немного модифицировать класс задач мы можем например отпустить нашу начальную точку и тоже потребовать чтобы она варьировалась в некотором компактном множестве в этом случае нужно ввести еще одну меру new штрих которая соответствует этой начальной точке мы можем также отпустить и время то есть мы считаем что пара tx начальная точка tx варьируется в некотором множестве в этом случае меру необходимо ввести не только в пространстве x но в пространстве пар tx ее моменты будут соответствовать вот таким маномам от начальных значений вот рассмотрим все это на конкретном примере задачи быстродействия которую мы рассмотрели выше у нас фиксирована начальная точка конечная точка у нас варьируется по лучу tx y это у нас vr плюс на точку 0 на точку 0 tx y в конечной точке варьируется в этом множестве поэтому мера nu которая соответствует конечной точке мы ее определяем на вот этом произведении то есть по сути на r плюс вот как выглядят неотрицательные меры на оси r плюс ее моменты это интегралы от t в степени альфа по положительной оси они соответствуют степеням конечного момента времени вот и на самом деле нетрудно видеть что если у нас есть какой-то вектор элементов ck то он является вектором моментов неотрицательной меры на r плюс тогда и только тогда когда ck равно моменту 2k некоторой меры на r а вот это условие что вектор является вектором моментов неотрицательной меры на r оно определяется полуопределенным условием а именно что некоторая ханкелевая матрица которая содержит эти моменты вот таким образом что она неотрицательно определена на самом деле ханкелевая матрица бесконечно мерная поскольку моментов бесконечно много но если мы рассматриваем только конечный набор моментов то мы получаем и конечную условие полуопределенное именно что на моменты от 0 до 2n мы получаем условие что вот эта ханкелевая матрица неотрицательно определена так введем меру мю у нас мера мю будет определена в пространстве четырех переменных t, x, y и u t у нас меняется на положительной оси x и y свободны а управление u у нас меняется в интервале минус 1, 1 вот таким образом момент альфа, бета, гамма, дельта меры мю он соответствует интегралу от вот такого манома от этих четырех переменных и исходя из этого мы можем наложить необходимые условия на вектор или совокупность вот этих моментов меры мю для этого мы построим большой вектор v из вот таких маномов и рассмотрим интеграл по мере от одноранговой матрицы v на v транспонированную мера неотрицательная эта матрица одноранговая неотрицательно определена то есть этот интеграл должен быть неотрицательно определенной матрицей то же самое с интегралами от этих выражений так как у нас т неотрицательно интеграл от этого выражения по мере будет так же неотрицательно определенной матрицей так как у у нас находится в интервале минус 1 1 у нас 1 плюс минус у будет неотрицательным интеграл от этого произведения так же будет неотрицательно определенной матрицей элементы этих матриц выражаются через линейные комбинации моментов, которые нас интересуют. Таким образом, мы получаем линейные матричные неравенства на эти моменты. Мы эти полуопределённые условия будем использовать в релаксации нашей задачи по паре мер ню-мю. Как выглядят эти полуопределённые условия? Мы фиксируем максимальную степень, до которой мы рассматриваем моменты мер мю и ню. И определим вот такой вектор мономов пятимерный. Тогда у нас интеграл от V, V транспонированная по мю, будет равен вот этой матрице 5 на 5. Каждый элемент этой матрицы равен какому-то моменту. Вот, например, этот угол, это интеграл от единицы на единицу, то есть интеграл от единицы, это будет просто нулевой момент. Вот этот элемент, это будет интеграл от произведения второго на третий элемент V, то есть это будет интеграл от Tx по мере мю. Это будет момент 1, 1, 0, 0. Ну и так далее. Если мы перейдём к этому интегралу, у нас мономы умножатся на T, то есть у нас индекс этих моментов, который соответствует переменной T, увеличится на единицу. Вот если мы вот это всё возьмём и индекс первый увеличим на единицу, мы получим вот эту матрицу. Она тоже должна быть неотрицательно определённой. Ну и то же самое с оставшимися двумя матрицами интегралом от 1 плюс минус U на вот эту одноранговую матрицу. Эти две матрицы тоже должны быть неотрицательно определены. Что у нас получается из динамики системы? Подставляем в качестве функции G мономы по T, X, Y со степенями альфа, бета, гамма. Тогда у нас производная полная вдоль траектории системы от этого G будет выражаться через вот эту сумму. Если у нас тут получаются отрицательные показатели, то соответственный коэффициент равен нулю и этот член исчезает. То есть у нас по-прежнему тут стоит сумма мономов с весами от мономов, то есть с неотрицательными показателями. Функция G в конечной начальной точке выражается следующим образом, так как у нас начальная точка фиксирована. У нас G в начальной точке выражается этим числом. А в конечной точке мы T в степени альфа просто меняем на соответствующий момент мера ню, которая у нас отвечает за конечную точку. Отсюда получается ряд линейных условий на моменты мер ню и ню. Подставляя разные тройки альфа, бета, гамма, мы здесь получим разные условия. Их всего 20, если мы учитываем моменты до степени 3, и они вот как-то выглядят. Если мы решим задачу, соответственно, полуопределенную релаксацию, то есть минимизируем нулевой момент меры ню, это соответствует нашей функции цены, при всех этих полуопределенных линейных условиях, то мы получаем, что в данном случае оптимальное значение будет равно просто модулю y0. Достаточно тривиально получается вот для этой степени. А если мы зафиксируем начальную точку x0, y0, скажем это единица минус единица, и посчитаем релаксацию для разных степеней, то мы увидим, что значение стремится к точному значению. Его можно посчитать в этой задаче быстродействия. Оно стремится с увеличением d к этому точному значению. Так, если есть вопросы, то пишите. В пособии есть еще два упражнения.